Слезы радости, горечь поражений, вера в команду и благодарность принимающей стороне эмоции зашкаливают и так на каждом футбольном матче. Атмосфера всеобщего ликования нынешним летом заполнила Россию, нахлынула с потоком многочисленных болельщиков и оставила в их душе след навсегда. Я впервые на матчах именно такого уровня, то есть мирового уровня, на новых стадионах на таких больших я тоже ни разу не был. Мы ехали, конечно, за футбольной атмосферой, за самим именно праздником футбола. Когда я впервые шагнул на стадион, мы сидели высоко, вот это, конечно, впечатление от всего этого, не забыть, стадион и новое. Особенно бы хотел отметить саму организацию, то есть какая-то гордость прямо за страну, что ты являешься жителем страны, которая проводит чемпионат и проводит его достойно. То есть везде волонтеры, везде все понятно, безопасность, просто в Нижнем Новгороде так они подстраховали, что они полгорода перекрыли, что в верхней части, что в нижней части города. Атмосфера какого-то супер праздника, карнавала, то есть все друзья, все поют, все там фотографируются, ну атмосфера просто праздника, тоже хочется вместе с ними там подкрикивать, какие-то песни подпевать и так далее, то есть очень здорово. Иван Кузьмин был в числе многих слабожан, которым удалось побывать на чемпионате. Посетил матчи в Саранске и Нижнем Новгороде. Больше, конечно, понравилась организация в городе Саранске. Там как-то все как-то попроще и даже местами подешевле. Я разговаривал с шотландцами, которые были в Саранске прямо в килтаксе, их в юбках, ну чуть-чуть по-английскому наломанному. Они мне объяснили, что вы молодцы русские, что то, что нам там говорили, что у вас тут все плохо, это неправда. Это, говорит, лучшая страна, мы бы еще вернулись обязательно, даже после чемпионата, то есть здесь есть что посмотреть. И особенно наше радушное гостеприимство русских всем очень понравилось. В Нижнем Новгороде концентрацию болельщиков, помимо стадиона, можно было наблюдать на Покровке, пешеходной улице. Там же были и корейцы, там же были и мексиканцы, и колумбийцы, то есть просто так пестрила и такая атмосфера. Кореец, который пел на русском и на корейском в центре Нижнего Новгорода, пел всем известную песню группы кино, группы по крови. То есть он куплет пел на русском, было все, в принципе, понятно, и куплет на корейском, ему подпевали его земляки, корейцы. Тут же шведы, которые играли против них буквально полчаса назад в футбол, подпевались, танцевали вместе с ними. И такие моменты остались в памяти каждого, кто прикоснулся к этой атмосфере. Кстати, многие говорили, поездка на чемпионат мира для болельщиков, а у них был соответствующий документ – паспорт, обошлась вполне бюджетно. Паспорт болельщиков просто подтверждает твою личность, и он дает право тебе бесплатно проезжать в поездах, бесплатных, дополнительных. Я как раз ехал на бесплатном дополнительном поезде FIFA из Москвы в Сочи и из Сочи в Москву. То есть там на каждый матч порядка 20 поездов было выделено, чтобы можно было уехать и туда на матч, и обратно. В основном в поездах, конечно, были представители нашей страны, но были и иностранцы. В нашем вагоне, когда мы ехали из Москвы в Сочи, был панамец. С ним мы познакомились, рассказывал про футбол в своей стране, про президента своей страны, сколько прилетело панамцев на матч. Все болельщики отмечали безукоризненную организацию чемпионата во всех городах. Сочи не стал исключением. Волонтеры тебя встречают от станции железнодорожной, на которую ты прибываешь, где располагается стадион Фишст Олимпийский парк. И прямо от станции тебя сопровождают волонтеры до самого стадиона. Это минут 5-10, и каждые 20 метров стоят волонтеры с такими поролоновыми ладонями, с огромными. Скандируют «дай пятеру» волонтеру. Поддерживают настроение у болельщиков, подсказывают, куда идти, отвечают на вопросы. Преимущественно волонтеры-школьники, их очень много было. Идешь на матч, ощущение, как на праздник на какой-то идешь. Безусловно, спортивная составляющая была важна. Болельщики переживали за свои команды, поддерживали, радовались их успехам, огорчались поражением и продолжали восхищаться нашим гостеприимством. Получил кучу впечатлений, которые останутся со мной на всю жизнь, побывав на этом празднике. Футбол. Ну, это вообще праздник для людей был организован, как и для россиян, и для тех, кто приехал в нашу страну посмотреть футбол. Причем не только в городах, где проводился чемпионат. Лето, период отпусков, россияне активно путешествуют, знакомятся, общаются с гостями из других стран. Вот пара слов о своих впечатлениях. Мы с ребенком ездили на наше побережье, ездили на поезде, к нам в пупе подсел мексиканец, он поехал в Краснодар. Вот у нас была возможность пообщаться. Мы на протяжении часов, наверное, пяти, вот у нас шел разговор на английском, чем живет его страна, он в своей стране. Он что-то у нас спрашивал. Он посетил пять городов и сказал, что самое замечательное в России – это люди и наша архитектура. Когда мы ехали обратно, мы ехали через Москву, и я так подумала, что было интересно, в том числе сыну, показать Красную площадь во время проведения этого чемпионата, потому что она была, скажем так, тематически оформлена, принимала всех желающих. Парк футбола и отдых работает для всех гостей Красной площади в период проведения Мундиаля. Занятий много для разной публики. Болельщики разных стран говорят друг с другом на языке футбола. У детей была возможность это все увидеть, ну, конечно же, у всех. И вот то единение, единение наций в этот праздник футбола, мне кажется, оно как нигде прослеживалось. Там, когда люди имели возможность встретиться в товарищеских матчах абсолютно сборной, там были представители разных наций, дети в том числе имели вот такую возможность. В общем, это очень интересно, это очень яркое событие, запоминающееся. Просто чемпионат мира дал возможность миллионам людей почувствовать, прикоснуться к культуре очень-очень многих народов. Посмотреть на это, мне кажется, это очень интересно. Каждый болельщик определенной страны пытался привнести свою культуру на стадион. Если французы там наряжались и друидами наряжались, и наряжались какими-то персонажами из французских мультфильмов, то колумбийцы взяли своей просто неимоверной энергией, 25 тысяч высадилось в Саранске, и они шли по городу, просто истекались все в едином порыве и пели, главное, они пели, все пели свои национальные песни, свои кричалки кричали, то есть очень здорово, и этим очень понравилось. Конечно, шведы также шли колонной до стадиона, прям викинги, да, они викинги, поэтому у них были и кто-то в шлеме с рогами, и с мечами, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, европейские страны достаточно хорошо показали себя. Азиаты меньше, это Япония, Корея, но все равно японские болельщики очень колоритные, и разрисованные лица, и в кимоно, и самураи были. И достаточно здорово, здорово все очень, что связано с болением именно и на стадионе, и вне его. Мы побывали в трех городах чемпионата мира по футболу, Казань, Нижний Новгород, Саранск. Ближе к Кирову, поэтому решили убрать эти города. В каждом городе своя непередаваемая атмосфера, если Казань – это организованность, у них огромное количество мероприятий проводятся мирового уровня. Нижний Новгород понравились именно с точки зрения боления, культуры боления, как на стадионе, так и в фан-зоне, вне стадиона, на ключевых улицах Нижнего Новгорода. Саранск подкупил своей самобытностью и своим уютом. Помимо стадионов в городах появилось очень много арт-объектов, посвященных чемпионату мира. Странам, которые играли в городах чемпионата мира, я думаю, это войдет в историю. И, конечно, эти арт-объекты будут популярны, будут посещать их люди. Конечно, стадионы останутся, и в городах, думаю, будет развитие футбола детского, юношеского футбола возрастет. И, конечно, думаю, что лет уже через, может быть, 10 принесет плоды, и новое поколение футболистов в стране, хорошего поколения, будет радовать нас победой.